Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы насчитываем события дня. Номер 478, события дня, эпиграф. Яков 5.9. Несет эти братья друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Вот интересно, простой такой стих, но начинаем что-то говорить, а представьте, бывает так иногда, а тот человек, как вам говорили, он стоял рядом за ширмой, там где-то, или около двери, открывает, и он все слышал. Ведь неудобно как-то. А тут, ну не будь недовольный, сетовать, то есть все время, ну недовольный, недовольный кем-то, а про себя не говорит. Судья стоит у дверей. Господь рядом, он слышит все. Вот когда разговариваешь, а я не хочу, чтобы наш разговор был выставлен в интернете. А почему? Это сразу настораживает. Значит, у тебя что? Темные места есть, вот разные аватары, нити, совершенно не приемлю. Я вот желаю, чтобы утром кто на молитве участвует, чтобы, ну видно было, с кем стоишь-то. То ли есть, то ли нет, тут какие-то фотографии есть, но еще фотографии, ладно, там цветочки. Ну, когда открыто, все, беседуешь тут в моем мире, в ВКонтакте где, и нету. Все это фальшивые слова. У каждого есть свое лицо и имя. Вот сегодня считали псалом. Псалом считали, Володя просто не прочитал. И он говорит, кончились молитвы Давида, сына Исеева. А что такое? Ну, по-нашему, именно звучало бы так. Давид Исеевич, вот Богородица Мария Акимовна, ну или сказать Иван Захарович. Я говорю, а где ты его узнали? Я говорю, Ивана Захаровича кто? Ну, Иоанн, креститель, и отец Захар. Вот я был в Латвии, у них так, вот если Игнатий, и Тихон, отец, и Игнатий Тихона Делц, сын. У других, наоборот, по отцу и фамилии бывают, как там, у южных народов. Так, нужно научиться открытым быть. Это у нас за 3 апреля 17-го года. Ну, и дальше я говорю, по скайпу, когда выходить на меня можно, с 4 до 16, то есть с 4 до 4 по Москве. Ну, кто ждет разговора по скайпу, что он должен? Должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. И не звонить ни в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Звонить можно от 4 до 16.00 по Москве. Ну, и дальше я все это говорю. Возьмите еще. Так, в скайпе, на моей страничке и на других ресурсах, одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать сей регламент. Вот так. И далее. Третий раз уже. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Да, подожди-ка, это у меня сюда попало. Так я тогда не понял, я ее вырвал оттуда и напрасно сделал. Вот это. Не сетуйте. Не, это у меня здесь есть. Да, не сетуйте, и здесь такое же. Ага. Ну, вот теперь считаем такое. Так, немало нас таких, что печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем в себе. Преподобный Марк Подвижник. То есть, когда говорят, прости, Христа, ты о чем просишь прощения? Вот это надо разобрать конкретно случай, какой. А вот то-то, то-то я там делал и прочее. Да зачем же? А вот необходимо. Лука. Лука, 17.3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. Церкви-то почему этому не учат? Выговори ему, нигде не говорят. А только прости Христа ради. Притом везде. Ни разу не слышал, чтобы священники этому учили. Выговори ему сначала, выговори. А ты вот там-то сделал то-то, у меня украл то-то там, или ты обо мне там говорил, ты поносил меня. Ну, давай разберем. Ты должен покаяться во лжи. В безобразном поведении. Ну, ты же привел, навел на меня этого человека, который зло сделал-то. И в этом просишь прощания или нет, значит, никакого прощания тебе и нету. Конкретно. Господь выговаривает людям, какой пост я хочу. И далее говорю, тот сделай то. Отпусти узника на свободу. Раздай там то другое. Итак. Так, Гнатий Лапкин. Я вчера наказ даю, потеряю с кем. Так, самое опасное время у голубей. Весна и осень. Когда еще нет снега, достаточно и вода в тазике, и в голубятни, и везде застывает. То есть, снега нету, и вода застыла. А они едят, и все. Воды нет, они все погибли дальше. Поэтому нужно ежедневно смотреть, не застыла ли у них вода в тазах. И приносить туда кипяток в чайнике, и растоплять лед, пока не растает. И так до самого снега в изобилии. Очень прошу не забывать это, иначе голуби погибнут в один день, все до одного. Вот видите, какие мои наказы простые. Вот интересно, у нас газета губернская, краевая, Алтайская правда. И большая статья с Сохаревой Наташей появилась. Она берет интервью в голубятниках. Из заголовок. У злого человека голуби не водятся. Вот которые в моей жизни встречались, нападают люди. Ни у одного, ни у одного голубя нету. Нету. Они у них не водятся. Они от злобы сдохнут голуби. Это такая птица, которая... Ну, только она одна такая есть, эта птица. И вчера мне материал вот такой дали послушать. Это Владислав Марущак. Интересный человек такой, всегда много находит что-то. Дальше. Вот такое называется. Свидетельство Фолеев В.И. Один из трех. Один из трех. Вот. Какое светится? Ну, тут надо просто показать. Ну, я сейчас его контур нажму и на него, и оно высветится. Чтоб показать людям, где. Вот оно. Как это выглядит. Я ученый, и я мог говорить на таком высоком стиле научном. То я со своими неверующими друзьями говорил о гармонии, о космосе, о том, как Бог чудно устроил этот мир. Когда моя жена с интересом слушала, кивала. Да, ты умный, интересный. А в день крещения она возненавидела меня и не стала со мной жить. Поэтому разница между красивыми словами и жизнью во Христе, это очень большая разница. Это выступает человек, ученый, профессор. Говорит о своих званиях, и ничего в этом нету. Если бы он не говорил о том, то мы бы не знали, кто он такой. Как он кандидатскую защищал, как уверовал. Только начал говорить, и вот в таком-то году я покаялся. Я сразу понял, это не православное. Православные так не говорят. Православных нет покаяния. Он ходил с бабушкой, привык и прочее. Стоит с бородкой человек, и паства такая сидят. Но видно, что в галстуке тоже, как говорится, промасоненные эти привычки. Но хорошо говорит. Вот кто, если пожелает, можете послушать. Правильное у него обращение, все правильно. Но мгновенно засох на первой ступеньке. От церкви вообще нет речи. Он стал баптистом. И теперь он проповедует, и уже ему разрешают в университете, прямо говорит, знают, что он баптист, ему разрешают вести работу с молодежью. Сколько людей от него узнает о Боге, и в то же время сколько людей, которые никогда православными уже не будут. Он одновременно говорит о том, как есть. Как будто он никогда не слышал о церкви. Я все время этому удивляюсь. Ну как же так-то? Понятия о церкви вообще начисто отсутствуют. Ну а если бы он первый раз услышал от адвентиста седьмого дня, раз о церкви нет, разве если нет адвентистом был бы, пятидесятником, харизматом, где тебе посчастливилось услышать первый раз. Но их он, конечно, не признает. Ничего удивительного нет, что их считают за еретиков, ибо действительно, но и сам-то он еретик. Я для этого вот его сейчас взял показать, чтобы говорили о церкви. Когда нет рукоположенных епископов от апостольских времен, хератонии, это не церковь. Вот разное-разное есть различие, но самое главное различие только в этом. Все остальное может быть и священник без нарукавников, там слова, молитвы, другие могут быть. Все может быть разница, но и без этого нельзя. В этом главное. А если этого нет, это просто потомки Дафана, Верона и Корея. Это их наследники. Книга, числа 16 глава, то есть еретики. И ничего нельзя сделать. Почему? Православные сами не знают, чем они разница, другие. Думают в иконах, там мироточивая икона у них есть, или пояс Богородицы, благодатный огонь. То есть совершенно не по Писанию. Ну, теперь я покажу наши ресурсы. Вот мой мир. Вот здесь можно ко мне заходить. И здесь, вот у меня здесь есть к истине один. Вот показываю, где, Володя, покажи, адрес, куда можно написать. Договориться, когда книги нужны, здесь все это обговорить. Второе, это большой ресурс, православный форум. Вот он как выглядит у нас. Легко регистрироваться, 1600 тем. Образовать свою тему можно все. И вот очень большой ресурс у нас, это православный видеоканал, открытым оком во свете Библии. Вот каждый день я ставлю 5-6 роликов. Очень большой, по плейлистам он, ну так, приблизительно-то, растолканно здесь. И во свете Библии православный библейский сайт. Вот он как выглядит. Очень большой. Вот если на видеоканал здесь написано нажать, сразу найди канал. Вот здесь православный форум, жать здесь. Нажал, сразу на форуме будешь. А там найдешь. Если на форум человек пришел, он должен видеть сообщение. Вот здесь вот, новое сообщение. Если нужно на них нажать, и на первую страницу. И по этой линии виси дальше, под этой бордовой черте. Общий пояс, общий. Нажми рамочкой в нее, вставь какое слово, оно тебе ее найдет. И здесь самое ценное на сайте это 4124 ответа. И сейчас мы будем брать, это у нас идет сейчас семья. Вот потом будет священство, русский язык, РПЦ, рождение, разный, разбор выступлений. То есть, ну по порядку, 55 папок. Сейчас у нас речь идет, беру я вопросы из папки семья. Мы уже многое взяли отсюда. Вот, теперь смотрим. Никита насчитывает. Считай. Вопрос 1008, третий том открытым оком. Как быть, если родители, неверующие, не отпускают их с дома, а в пост они предлагают есть мясо? Ответ. Это я даю ответ в университете, где я вел занятия. В школах тут, которые, на радиопрограммах, которые вел ежедневно, ежедневно, недельно три программы были. Вопросов тысячи были. И кто-то говорит, ну надо их как-то расширить более бы. Я стал тогда их сохранять. И когда стал вот это записывать, оказалось, у меня в сумочке больше пяти тысяч бумажек лежит. Ну некоторые с повтором были. Судя по записке, пишет кто-то несовершеннолетний. Это я отвечаю. Судя по почерку, учится не дальше пятого класса. А судя по орфографии, как будто и не русский человек, столько ошибок. Вот видите, сколько я сразу определил у него. Дальше. Куда не отпускают? Если не отпускают в храм, то подчиняйтесь им всю неделю, кроме воскресенья. А в воскресенье сбегите из дома. Помолитесь и возвратитесь. Попросите Феодора Сикеота помочь вам. Он был большой мастер в этом деле. Его мать не пускала, била и связывала. Но этот фанатик отстоял свою свободу. А помогавший ему Георгий Победоносец обещал отсечь ей голову, если она будет еще мешать. И неправославная матушка сдалась. Сдалась. А он приходил, когда шел в местность, там километра три было до храма. Но ему-то лет пять было. Волки было, много волков было. Там людей поедали. А он ходил, еще не было. А Канадасу и Георгий его сопровождает Победоносец. Относительно поста, тут вы лукавите. Насильно в рот вам никто не вкладывает, а только предлагает. Когда у веровавших мальчиков из богатых семей неверующий отец возлагал богатое деяние, а тот этого не желал, то они бросались в помойную яму и пачкали эту одежду. Битье в этом случае нисколько не помогало. Откажитесь от скоромной еды, не ешьте один хлеб с водой, и любящая мать уже к вечеру приготовит вам постную пищу по вашему вкусу. По одному слову, предлагают в кавычках, вижу, что они вас любят. Слушайтесь родителей, оказывайте им всякое внимание и ласку. Старайтесь быть ближе к ним и расположить их к себе. Покажите, что ваше обращение ко Христу сделало вас лучше. Вот видите, какие у меня ответы. Я заранее могу сказать, кто отвечает. Здесь не пришлось применять места писания. Вопрос простой. Иногда бывает так, что по священному писанию, и тогда у меня тут ссылок бывает, до 20 ссылок, из житей святых. Вопрос 2038. Восьмой том, открытым оком. Не было ли причины ухода в монастырь желания сбросить в себя все заботы житейские, и имея руководителя во всех аспектах жизни, беззаботно и легко плыть по течению, и с радостью ли отпускали родные, в кавычках, избранников Божиих в монастыри, якобы желая иметь ходатая пред Богом? Вот так и было, что дальше. Ответ. Это уже потом пришли к такому раскладу, а вначале думали о другом, чтобы сохранить себя и ни от кого не зависеть. Потом у монастыри, к тому же, стали прибежищем для тех, кто ничего не хотел сам делать, а пожелал все сгрузить на Бога и на старшего в монастыре. О таком положении христианина Библия ничего не сказала. Солом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Римлянам 14, 12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Мне знакома Библия и знакомы жития святых, и создается ясное впечатление, осознание того, что у монахов самая главная задача переписать Библию, и чтобы она была вся посвящена подвигам и победам монахов. Перенося события давних дней, можем же услышать, что слышали монахи в свой адрес, когда семья теряла кормильца и знала, что в том виновны эти черные люди, они проглотили его. Если бы эти слезы и вопли все собрать, то их пещеры залило бы как потоп. Римлянам 13, 10. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Деяние 15, 29. Не делай другим того, чего себе не хотите. Соблюдай себе, хорошо сделаете. Когда апостолы вынесли это решение, разве кто-то мог предвидеть, что если указать на зло, какое совершается при насильственном разделении мужа с женой, жениха с невестой, ради бисера девства, то монах в ответ может без смущения сказать, я и делаю ближнему то, что сам возлюбил, чтобы и эта чужая жена стала невестой Христовой, как и я. Такого самоедства не могли предвидеть ученики Христовы. Разве не могли предвидеть ученики Христовы? Выходит, что Дух Святой им этой бездны не открыл. И далее, в выписке дела из Священного Писания. От жития святых. Василий Исповедник, 28 февраля, кавычки открыты. Оставив мир с его соблазнами, он поступил в монастырь и добродетельно проводил иноческое житие. Анфиса, 27 июля, кавычки открыты. Оставив родительский дом, она подвязалась сперва уединенно в пещерах. Встретив старца Сесиния, она продолжала подвиги по его наставлениям и настолько преуспела в духовной жизни, что 90 девиц верили себя и ее руководительству. 90, представь тебе, сколько. Стих. Сколько есть важных вопросов прямых, ответ на которые нужен сверхточный. Толстенная Библия, 77 книг, но об этом нет полстиха и ни строчки. И не было бы ереси многих и разных, не было войн многотрупных веками, и не возникло бы в храмах проказа зараза. Бурей бы не было в церковном стакане. О том, что главенство над церковью вредно, что это преступно и крайне опасно. Составить расширенным верою кредо. Инквизиции избегли бы и ужасов паатства. Хотя бы словечко, что наши молитвы об умерших без покаяния, без Бога, индульгенцы не знают и загробные битвы, заказные молебны и деньги потоком. Почему не написано «День воскресения чтите, в субботу забудьте, спасайтесь через причастие, крестите детей обязательно, Иерусалим посетите, монашества и монастыри величайшие счастья». Почему Иоанн не додумался нам подсказать, что Дева Мария Царица Небесная и приблагая, иконы нужны, лучше, чтобы мира текло и слеза, научились канонизировать и балаганить. Что власть людоедская тоже есть всякая, и радости их в Акханалии также и наши. Хотя бы словечко и эти епископы больше не вякали, а шли бы по тюрьмам, намачивались возле параши. Что стоило, это к кому же претензии, что нет ни словечко о долгих пощениях, о троекратном и полном для всех погружении, о строгом запрете вне церкви в больнице лечения, но книга толстенная так и молчит, не маячит закладкой, давая лишь тонкие, как бы намеки туманные. И рвутся сектантами ризы, латаем заплатками, приходится прыгать блохой, используя данное. Какое сложение, напротив каждой строчки вместо Святой Библии. Но смысл тут есть. Этого никто не скажет. Почему Библия об этом не написана? Дальше. Вопрос 3436, 21 том, открытым оком. «Раньше я слышала, что у венчанных разводов меньше, но вот уже встретила несколько человек, которые венчались в православных храмах, и опять им не пожилось. Давно уже развелись. А чего так? Ответ. От того, что они оба, может быть, были не верующими, а только воцерковленными. То есть, шкуру пытались подкрасить под вид верующего, а более всего из-за неверия попов, которые не могут отличить живого от мертвого и венчать всех подряд. Если было бы членство в церкви, и батюшка знал своих, то разве бы он стал обманывать Бога, называя неверующих рабами божьими? Вот всего лишь несколько выдержек из одного журнала «Алтайская миссия», номер 4, 2007 год, страница 9 по 11, кавычки открыта. «Нецерковный брак меньше, чем церковный, потому что в нем не раскрывается весь потенциал семейных отношений. В то же время и таинство венчания может стать профанацией для брачующихся, если они не понимают ни его смысла, ни своих обязанностей, ни прав. Мы должны быть снисходительными к немощам других, чтобы вместе с ними восходить по духовной лестнице, суметь спуститься с высоты своей веры до низа, доверяя Богу свою половину для того, чтобы взойти». Доверяя Богу свою половину, чтобы взойти. Некоторые венчающиеся, неверующие, потом говорили, «Нечто произошло со мной, я видел новый горизонт взаимоотношений человечества, я увидел новый вектор развития семьи». Какие слова ты узнал? «Если венчанный брак расторгается, виноват в большей степени всегда муж, даже если была измена со стороны жены. Это случилось из-за его невнимания или по каким-то иным причинам, в которых виноват муж. Некий брат, только что женившийся, приехал на святую гору к старцу. Между ними состоялся следующий разговор». Кавычки открытые, спрашивают, «Батюшка, я женился». Живите, преуспевайте. Красивую ли жену взял? «Красивую батюшка». «Э, не будешь иметь награды от Бога». «Э, бедный, бедный, Бог устраивает весь мир и не устроил тебя. Христиане должны жениться на некрасивых женах, дабы утешились и они. Не имея внешней телесной красоты, они некрасивые, имеют великую красоту внутреннюю. Одни бедняжки видят, что не пристраиваются, плачут, отчаиваются и склоняются к худшему. Если их не возьмете в жены вы, крепкие христиане, то кто их возьмет? В журнале так пишут, в церковном. А я дальше поясняю. Чего бы проще, открыл бы Библию, да и прочитал, что верующий не может жениться на неверующих. Другое дело, когда уже поженились, будучи неверующими, женясь на некрасивых, без любви, дело не поправить. Другое дело, если бы каждый брал по 40 некрасивых и на полном серьезе несут эту ахинею со святой горы, в кавышках. Те, кто вообще имеет нулевое понятие о браке. Характер некрасивый бывает еще более стервозный, более подлый, чем и сам святой советчик косвенно подтвердил, говоря, что они избирают худшее, то есть начинают блудить беспробудно, что и видим почти на каждом шагу. Бывает, что красивая не оценила свой талант. Придж 11-22 Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Второе Коринфянам 6-15 Какое соучастие верного с неверным? Матфея 10-16 Вот я посылаю вас, каковедь среди волков. Первое Коринфянам 7-39 Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Сирахов 14-21 Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым. Стих отворения Мои наставления могут ли свадьбе помочь? Ко мне за советом приходят юнцы и девчата. Все знают уже и про первую брачную ночь. Им главное правильная жизнь их начать бы. Толкую, что лучше бы им никогда не жениться. Бежать одному на ресталище много с подручней. Гляжу, оба сникли, их скрючило низко, довел их до царства небесного к ручке. В глазах поволока, как будто с похмелья, любуются лезвием, взглядами ножны ласкают. А я им опять, чтобы в скорбь и в болезни не влезли, и вижу, как ластятся молча большие котята. Пытаюсь их взоры впереть вдаль за несколько лет, привержившихся кухонный запах от кислой капусты. Не бьет по ноздрям с ароматом их будущий склеп. Сидят, пригорюнились, дружно каковым несутся. Все лучшее оба пыла и выносит на вид. Отмыты маловой биографии каждой особы. Он к ней привыкал и почти что семейно прилип. Стучит в ее дверь, ухватился со страхом за скобку. Толкую. Безбрачие по златоусту бесценно. Сравнить его не с чем. Куда уж за мужеством вашим. И золотом смело его назовем по оценке. Девством, как знаем, вселенский учитель украшен. Ну что ж, агитации зря надувал в паруса. Плывите к семейному счастью, не к передрягам. Смотрите, земные, не впасть бы с просонья в просак. Так было со всеми, когда отгулявшие возлягут. Отныне молитвы скорбные утешутся едва ли. Запало любви, пусть надолго трудяги добудут. Двоих благовестников сходу до свадьбы теряем. Отчак из-за столя с гостями не пусть бы. Не будет пусть скудным. Считай заново. Заново вообще. Вывода нет, вот это-то. Отныне молитвы скорбные утешутся едва ли. Запало любви, пусть надолго б трудяги добудут. Двоих благовестников сходу до свадьбы теряем. Отчак из-за столя с гостями не будет пусть скудным. Мои наставления скоро сотрутся и сгинут. А сам вас покинуть не смей в молитве внесонной. Трудясь для Христа, никого никогда не бываю один я. Желаю цунами пройти вам вершиной по кромке. 9.04.07 год. Ну-ка, последний коплет еще раз. Вижу, что не понял. Прочитай. Слава Иисусу Христу! Мои наставления скоро... Ну почему? Я понял, я прочитаю. Мои наставления скоро сотрутся и сгинут. А сам вас покинуть не смей в молитве внесонной. Трудясь для Христа, никогда не бываю один я. Желаю цунами пройти вам вершины по кромке. А при чем тут цунами? Если ты понял. А зачем тут цунами? Какое? Что мы в Японии разве? Как ты думаешь? Зачем про цунами тут говорится? Ну это сравнение. А как по кромке его пройти цунами? Ну по кромке так пройти аккуратненько, чтобы не было жертв. Иначе зальет. Иначе зальет. Зальет слезами, зальет молвою, зальет всем, что разделяет вас. Дальше. Вопрос 2077. Восьмой том открытым оком. Было ли различие жизни и кончины апостолов, изживших в первом веке, от иноческих подвигов христиан последующих веков? В биографии разницы нет. Вопросы такие серьезные. Ответ. Всегда и везде отличается, как небо от земли. Там Божие, а тут все утопало в человеческих вымыслах о монашестве, о постригах и о ступенях ангельских, архангельских, иночестве, монашестве, в схеме. Что интересно, у апостолов ничего этого не было. Везде даровано было о совершенном усыновлении Христу. И давалось одно обещание в крещении, вечное и достаточное. Римлянам 8.15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва Отче. Ефесянам 1.5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вот говорят, монашество вступаемое, это как крещение принимаемое. То есть они крещеные были до этого. Обещание дается. Да как обещание, когда обещание доброй совести служить, крещение дается? 1 Петра 3.21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Дальше. А у людей, будь то монахи или масоны, где все градуировано по степеням и ступеням. По степеням. Степеням и ступеням. Ага. Либо чувствуют свой недостаток и полную неуверенность, даже уже будучи всю жизнь страдальцам, отсидев невинно в тюрьме, достигнув высшего положения в церковной иерархии, они перед смертью еще раз берутся за ножницы. Постригать. И снова стригутся, сколько раз не обрезаются, а чувствуют, что нечистота на них. И уже в смертный час снова обрезание. Снова попытка вырваться из плена человеческого несовершенства. И этот грех своеволия, замены Божьей праведности, своей через подвиги в норах, в дуплах, оно не давало радости евангельской. Они могли радоваться, подсчитывая каталог подвигов иноческих, подводя итог всевозможным мелочам в пощении и бессонии. Только. Римлянам 10.24. Ибо свидетельствуй им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Это главный эпиграф всем монахам. Гури и митрополит. 4 октября. Житие. Кавычки открыты. Чувствуя приближение своего отшествия к Богу, святой Гурий призвал к себе архимандрита в Арсенофии, кой ему питал любовь великую духовную, и пожелал принять от него великий ангельский образ, то есть схему. То есть сначала ангельский образ, а потом великий ангельский. Как профессор в семинарии отпускает их, вот все закончилось. Вот у вас, я гляжу, тут некоторые ангельские чины принялись, а есть еще кто с человеком остался, ну, то есть которые не приняли монашество, которые человеческий образ еще, говорит, сохранили. Давай. Вопрос 2627, 12 том, открытый МОКО. Искусственное зачатие вошло в обиход недавно. Есть ли у церкви свое отношение к нему? Ответ. Есть, и его верующие не думают соблюдать, но молятся, да будет воля моя. Епископ Григорий Граби отвечает согласно с грешением патриархии. Кажется, мы читали об этом. Читали? Похоже, что читали, да. Ну, когда вы прочитали? Кавычки открыты. В ответ на ваш вопрос об искусственном зачатии, позвольте сначала спросить вас, верите ли вы в то, что дети рождаются по воле Божией и являются его даром? Кто, как не он, моему сыну, определил иметь семь человек детей? Дальше я просто проведу так, сами прочитайте это дело. Повторенный вопрос был, или вот тогда я не убрал его. И эпиграф. Давай. 1 Фессалоникийцам 5.18 За все благодарите, ибо такова вас воля Божьего Христи и Иисусе. Бытие 43.14 А мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным. Сираха 16.4 И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Премудрость 4.1 Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна, она признается и у Бога, и у людей. Дальше. Не жизнь, а душу нужно сохранить. Задача человеку актуальна. Не на песке поставить, на гранит. Строителей иных заранее не жалко. Цель запредельная, но постоянно рядом. Ступени восхождения строим сами. Бог побуждает и пугает адом и обещанием блага райскими садами. Не это временная жизнь, а снова-основа. Мы при любом раскладе ее не сохраним. Кто с совестью расслышит слово иеговы, себя отвержится, последует за ним. Душа бессмертная, незримая пока. Сумела ли труде сродиться свыше? Бог вечный дух, не дед на облаках. Сумею в суете ее расслышать. И еле слышимое применить к себе. Усвоить, притворить и воплотить. Что сделал для других, то для небес. Что для себя, то с дымом улетит. Предпочитать духовное, им жить, любить Творца. С ним вечной встречи ждать. Под облаками мечутся стрижи. А темный лес, пристанище ежа. Душа бессмертная, где вечность проведет. Где после смерти будет ее участь. Ей в помощь Библия, приятнее, чем мед. С утра до вечера нас постоянно учит. И только б не погибнуть ненароком. И не прогнивать к долготерпенье Божье. На пользу взять и древние уроки. Да не подставит грех, смеясь под ножку. Спасти не эту жизнь, истратив на лекарства. Цепляясь за предательство, за жалкую жизнешку. В крови Христа очищены, приобретаем царство. Для верующих знаем все возможно. Вопрос 3011, 15 том, открытым оком. Как устоять молодому человеку, если он еще с родителями и во всем от них зависит, а они не желают, чтобы он ходил в церковь? Ответ. Слово Божие дает нам рецепт страха и от родителей. И от родителей бы не получить смерть. Матфея 10, 37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Кавычки открытые. Пишут. Впервые о Боге я услышал в 1991 году от своего родного брата Саши, когда мне было 14 лет. До этого я вообще не задумывался о вопросах, касающихся души, жизни, смерти, религии. Даже не знал, что в Барнауле есть храм. На уроках истории преподавали о церкви только лишь как об организации, стремящиеся к приобретению земель, распространению влияния и так далее. Никто со мной не вел бесед духовного содержания. Никакого богоискательства, как и у других, у меня не было. Наверное, потому, что был еще мальчиком, жизненных испытаний не было. Были отец и мать, которые меня любили. Если бы даже на улице мне кто-то дал приглашение на собрание верующих или книжку о Боге, то на собрание я не пошел бы. Занимался спортом, хорошо учился, на это требовалось время. И книжка не отложилась бы у меня в голове, так как не с кем было ее обсудить. Родители и родственники неверующие, друзья тоже. Думаю, что если бы раньше или позже я услышал о Боге, то, может, и не откликнулся бы на Божий призыв. 2 Коринфянам 6.2 «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. В духовном плане меня можно было сравнить с чистым листом бумаги, имея в виду то, что не занимался никакими оккультными, восточными учениями, не состоял в какой-нибудь секте. Благодарю Бога даже за то, что я не ходил никогда в храмы Московской Патриархии, тем более не был крещен, в кавычках, крещен там. Не был научен бабушкиной вере в Бога или вере в душе, потому что это могло быть препятствием при встрече с Библией или настоящим верующим человеком. При первой встрече с Библией? При первой встрече с Библией или настоящим верующим человеком. Переделывать всегда труднее, чем строить заново. Сейчас я понимаю, что Саша просто пересказывал то, что слышал на занятиях по изучению Библии, на которые он начал ходить с осени-зимы 1990 года. Рассказывал мне о Боге и Его проявлениях в природе, жизни людей. Читая Новый Завет и другие приносимые братом книги, я постоянно получал в устной форме какие-то примеры из жизни, доводы в пользу существования Бога. Иоанна 21-25 Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Я очень любил телепередачу «В мире животных». Поэтому запомнилось прослушивание пленки записью об удивительном строении человека, о бесконечном разнообразии природы, как все мудро устроено и предусмотрено рукой Создателя, будь то муравей или космос. Римлянам 11.1.2 Ибо невидимое его, вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы. Солом 8.4.5 «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Приходит на память тщетная попытка ученицы, учительницы, биологии, объяснить, как произошли пернатые птицы из присмыкающихся. В это же время Библию начала читать и моя мама. Особенно ей понравились книги Соломона и Иисуса Сирахова. Особенно те места, где говорится о пользе учения, мудрости в поступках. Притча 1.7 «Глупцы только презирают мудрость и наставление». Вот эти беседы, которые смело можно назвать живой устной проповедью, положили начало самостоятельных рассуждений о Боге, предназначении человека и его смысле жизни, о вечности, неистребимости его души, красоте природы, о том, что после смерти человек не умирает, и многое другое. Я стал мысленно молиться, рассуждать, что меня ждет в жизни, для чего я живу. Моя душа не могла не откликнуться. Летом 1991 года Саша принял крещение, а осенью этого же года сказал... Я сказал. Я сказал. Что пропускаешь, слова не пойму никак. Не знаю, Тихонович, не увидел. Ну подумай, как, разве можно это делать? «Господи, Ты есть» Иоанна 20, 28. Фома сказал ему в ответ. «Господь мой и Бог мой». Зимой 1991-1992 года я один раз побывал на занятиях по изучению Библии. Почему один? Потому что мои родители были против того, чтобы я и Саша верили в Бога. Давление со стороны родителей было очень сильное. Еще больше недовольства родителей вызвало решение брата бросить обучение в институте с третьего курса и уехать жить в Потеряевку, восстанавливаемую деревню в Мамонтовском районе. Особенно непримиримым был отец. С ним не удавалось поговорить по причине его вспыльчивости и нежелания выслушать. Деяние 26-24. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел!» Ты сейчас догадываешься, кто это пишет? Нет еще. Еще нет. А ты догадался, нет? Нет. Нет. Ну давай дальше. Он предлагал мне верить в душе, как все верят. Приводил также мне в пример пузатых, холеных попов, видимо, внешностью своих, внушавших отвращение. Что в храм ходят только одни бабки. Это отец ему говорил. Отец. Молодых там нет. Занятие по изучению Библии называл сектой. Еще отец и мать боялись, что я брошу школу, не говоря уже об учебе в институте. Мне было очень трудно. Брат, конечно же, предупреждал о такой реакции, о том, что дьявол будет нападать особенно через родных. Матфей 10.36. И враги человеку домашние его. Итак, моим духовным отцом стал мой родной брат, от которого я услышал впервые о Христе, получил и Евангелие, и первое наставление в духовной жизни. 1 Коринфянам 4.15. Ибо хотя у вас тысяча наставников по Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Надо сказать, что сейчас мой брат Саша не является сыном православной церкви, а посещает богослужение в молитвенном доме у баптистов. Там же ведет занятие по слову Божьему с молодежью, хотя сам себя баптистом не считает. Вспоминая наше общение с братом, его ревность в проповеди первым из общины стал благовестником. Не удержать слез. Нужно сказать, теперь его птицов его нету, отовсюду его изгнали. Крещение в озере в полное погружение я получил в 93-м году в деревне Потеряевка от рук священника отца Якима Лапкина, родного брата Игнатия Лапкина, проводившего в те самые занятия по изучению Библии. Моим поручителями, ответственными за научение в вере, были мой родной брат Александр и номинально дружинин Дмитрий. Сейчас тоже не является членом нашей общины, а состоит в секте «Новая жизнь». 1 Тимофей 1.19 «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». С 1992 по 1999 год часто ездил Потеряевку на помощь к брату или на праздники Пасхи Рождества Христова. Первые поездки Потеряевку оставили самые светлые воспоминания благодаря общению с верующими людьми. Может, я еще и потому, что нравилось, нравится жить в деревне, ухаживать за скотиной. Там же я научился, например, доить корову. Впервые ездил верхом на коне, косил сено, качал мед, копал колодец, делал саманные кирпичи. Там же услышал и полюбил баптистские песни о Христе, которые пели девчата. Люблю фотографировать, поэтому часто рассматриваю лица людей, которые приезжали в Потеряевку, которые когда-то были членами общины, с которыми имели общение. Итогом этих воспоминаний всегда являются молитвы об ушедших. Во время учебы в политехническом институте в 1994-1999 годах регулярно посещал занятия по изучению Библии, проводимые в то же время здесь же. Также в то время удалось побывать на подобных занятиях, проводимых отцом Михаилом Капрановым. Несколько раз был на богослужениях у баптистов, осознание того, что ты имеешь, находясь в общине, приходило не сразу. Я говорю в первую очередь о чистоте веры, о том, что здесь прививается любовь к священному писанию, как главному авторитету в православии. 2 Тимофея 3.16 Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Это выражалось в организации занятий по изучению Библии на основании отолкования святых отцов православной церкви, проповедях на богослужениях, постоянная ссылка на Библию при ответах на вопросы. Благодаря этому я знаю, что такое каноны православной церкви, жития святых, толкование отцов церкви, имея представление об истории церкви, соборах церкви, знаю, как рассуждать на основании Библии, как применять слово Божие в разговорах с сектантами и вообще в жизни. Огромное значение придаю общению с другими верующими во Христа. Здесь и проникновение в нужды другого человека, молитва в трудных жизненных ситуациях, совместная работа на различных мероприятиях бытового уровня, уборка храма, помощь при завозе угля, копка картошки и т.д. Совместная проповедническая деятельность, расклейка объявлений, раздача визиток с приглашением на занятия, распространение литературы. Благодаря проповеднической деятельности Игнатия Лапкина мы имеем место, где можем собираться на молитву, имеем смещенника и епископа, доступного для общения. Неоценимое преимущество, что я женился на верующей девушке, и у нас духовное единство во Христе. Мне искренне жаль людей, ходящих в храмы Московской Патриархии, которые ничего этого не имеют. Общенная жизнь есть у баптистов, но это не церковь там, там нет священства. Благодарение Богу, что уверовал в Сына Его, и Иисуса Христа, обрел истинный смысл жизни, имея верующих друзей и наставников в крестовозвиженской общине, крещен в полное троекратное погружение руками законного священника, зная, куда обратиться в трудные ситуации, у кого искать помощи. Дмуха Константин Георгиевич, 45, 36, 26, Псалом 26, 10. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Вот он держит, понимаете, через кого кто обратился, если тот уходит, этот в любом случае скоро отгниет и отпадет. Но он держится за счет жены, я так думаю. Но тут пока никак ничего нельзя сказать. Дальше. Стих. Сретене Господнее на дворе. Так и просится сказать. Зимы и лето. Встреча постоянной будет впредь. Только с кем хотелось бы отметить. Повествует нам Евангелист Лука, о воспетом старце Симеоне. Песни той слова вошли в века. Ныне отпущаешь, умирая стонем. Сретене мое с пришедшим Богом, воплотившимся в охранящее вечное девство. Симеон увидел и потрогал. С Анной и Христа прославил вместе. Жил и я на грани бытия. Жаждала душа подобной встречи. Среди дыма, сполохов огня. Заменить ту жажду было нечем. День пройдет, и видишь, что не то. Через два и трещина в союзе. Что же станет дней так через сто? Дальше видеть окоем наш узок. Встреча с Иисусом мой престольный праздник. Он вошел в жилище долгожданный. Выгнал собутыльников всех разом. Я вкушал тогда впервые манну. Свет, как ныне помню, воссиял. Ужаснулся я в своей квартире. Как же здесь ютилась вся семья? Тот вопрос раскрылся много шире. С той поры чертог мое жилище. Столько здесь гостей и постояльцев. Вместе по дорогам нищих ищем. Кто разбойникам нечаянно попался. Столько встреч нам помнил этот праздник. Мы копируем его и размножаем. Встречу с Иисусом пропустить опасно. Встретить могут изверги с ножами. 14.02.06. Игнатий Лапкин Вопрос 1283. 4-й том, открытым оком. Если род человеческий произошел от двух людей, почему же сейчас церковью запрещены браки даже между не очень близкими родственниками? Родственниками. Слово прямо заплотано. Половина слова. Родственниками. Ответ. В церкви есть очень много совершенно неевангельского и даже противоевангельского. Но если мы православные, то должны исполнять все, что не противоречит Слову Божьему. Относительно близкого родства при бракосочетаниях дело обстоит так. Все, что Словом Божьим не запрещалось, считалось дозволенным. Первые дети, Адама и Евы, женились между собою, братной сестре, и это не было запрещено. Так как людей было еще очень мало, и люди были здоровы телом, наследственных болезней не было. Но уже в законе Моисеевом есть целый ряд запретов, которые каждый израильтянин должен был знать под страхом смерти. Левитам 18.6.18 Никто ни на какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей. Дальше дочери сына твоего или дочери дочери твоей. Дочери жены отца твоего, сестры отца твоего, сестры матери твоей. Брата отца твоего не открывай и к жене его не приближайся. Наготы невестки твоей не открывай. Жены брата твоего. Жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери. Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей. Существующие ныне правила придуманы людьми и часто являются просто бременем, трудновыполнимым и потому часто нарушаемым, так же, как и в отношении постов. Эти запреты не евангельские, но они не против Слова Божия, хотя и введены по совершенно надуманным, пустяшным причинам. Но пока мы православные и являемся членами церкви, мы обязаны их соблюдать, нести это бремя тяжелую монашескую руку. Сегодня какое колено? Колено как? Допустим, муж, жена это в одной клетке. Теперь стрелки делай. У меня есть сестра, вторая клеточка. У тебя есть брат, у жены там где-то брат. И вот так вот смотришь, теперь общий кто родители. Вот когда переходов больше пяти, разрешается, меньше не разрешается. Это у меня во втором томе все подробно описано. Это сложная система, но она легко принимается. Для того, чтобы соблюдать это, надо знать. Дальше. Вопрос 2282. Девятый том открытым окном. Мы оба верующие с мужем, а сын совсем никудышный. Дома не ночует, на даче помогать не хочет, учится скверно, а за стол всегда садится. Что же нам делать? Этот вопрос неплохо бы поставить лет на восемнадцать пораньше, когда еще он не был зачат. И эти его прелести не в один же день полезли из него. Было же время дать ему у корот. Второзаконие 21.18.21. Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинучийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания, и скажут старейшинам города своего. Сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Сегодня дело посложнее, потому что государство не теократическое, эти законы для Израиля, а диким гоям закона нет. Выходов несколько, и все они заканчиваются теперь страданиями и даже кровью. Когда отрок был еще мал, то не следовало давать ему место за столом, пока он не потрудится. 2 Фессалоникийцам 3.10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. По достижении возраста можно разделить квартиру и отдать ему часть его, и он промотает ее, как блудный сын. Сценарий точно по притче, с худшей концовкой. Сегодня дети не приходят в себя и кончают или на игле, или на дереве, или их даже свиньи отторгают. В верующих семьях соль выбрасывается на попрание свиньям. Лука 14.34 Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? В мусульманских странах подобное просто невозможно. Насколько же хуже мы Магометан? Родители – главные виновники, что вовремя не драли этого бычка. Притча 13.25 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Тебя драли, нет? Да, было дело. Ну ладно. Безбожная преступная власть при любом вашем действии окажет вам противодействие и будет настроение разбойника. Поэтому, просчитав возможные действия власти, изберите для себя или смерть, или тюрьму. Но тогда оправдайтесь пред Богом. Все зависит от вашего страха преди Яговой. Можете сына просто выгнать или отказать от столования, как шариковый полиграф. Вариантов много, но все они безболезненны. Свет же в конце будет только от Бога, что поступили согласно Писании. Если же не ради угождения Богу, тогда вопрос излишен. Нужно продолжать смиряться в кавышках, пока сами не окажетесь голодными у свиного корыта. Если вы христианин, то сегодня же принесите перед Богом покаяние, что не учили отрока, когда он лежал еще поперек лавочки. Просите прощения и у людей, что дали такую образину, в нагрузку к тому, чем мучается государство. Сыновья Илья дали потомство и очень жизнеспособное. И хотя они умирают согласно предсказаниям в зрелых годах, но из-за многочисленности своей они не уменьшаются. 1 Царств 2.33 Все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Прежде чем объявлять войну упитываемому тельцу Вассанскому, прежде просчитайте возможные пути отхода. Сей злый день может открыть ночью дверь своим подельникам, и вы не произнесете даже Господи помилуй. Лука 14.31 Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Понятно, что нужно крепко поститься, молиться и плакать все время оставшейся жизни. Может, этот привесок вам дан для того, чтобы других не судили, чтобы были послушны Слово Всемогущего, а не своим эмоциям и гнилому либерализму? Вы пренебрегли великой властью, данной вам от Создателя, и не сокрушали рога и злую волю двоечника. Серахов 30.12 Нагибай вы ее его в юность и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Иезекииль 14.8 Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамении и притчу, и истреблю его из народа его, и узнаете, что я Господь. Доверьтесь Богу, и ни в коем случае не помогайте Ему, когда он достигнет меры полноты злодейства. Иеремия 48.10 Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Ни передачи ему не носите, ни слова доброго не произносите перед судьей. Два дела навлекают проклятие на вас. Первое. Уже ваше, что сложнейшее дело воспитания юноши привели к плачевному краху. И второе проклятие, что когда Саваоф будет наказывать, вы будете жалеть его. Вопрос. Дальше. 2283 Скажите, можно ли смотреть телевизор, в особенности военные фильмы, в то время как Библия запрещает всякого рода насилие? Известно, что фильмы о войне наполнены ложью. Так стоит ли воспринимать их с точки зрения истории? Также Библия запрещает лицедейство, как грех против первой заповеди, порочить образ Божий. А в фильмах над военную тематику, да и вообще во всех фильмах, это сплошь и рядом. Ответ. Когда говорят о лицедействии, то не смотрят, когда и кому было это сказано, и что там было показано. Если ложь, то не нужно смотреть. Но и фильмы про природу, исторические, религиозные тематики, как они могут отрицательно повлиять на душу? Самое большое лицедейство делают священники, монахи, когда ведут богослужения. То за кого они выдают себя? И кто такие архиереи по книге Семена Солуцкого? И когда мы поем «Их же херувимы», мы изображаем из себя херувимов. Не слишком ли далеко зашли? Фильмы про пророков, про Иосифа, Иуда Бенгур, Каму Градеши. Это расширяет наши знания и оживляет читанное. И лично я начал искать большего для души, когда посмотрел старые постановки Германии и Франции, отверженные с Жаном Габеном в роли Жанна Вальжана. Фильмы о войне не все наполнены ложью. Ложью наполнены призывы православных убивать врагов на поле брани. Грех против первой заповеди артистами – это надумано и натянуто. Стих. Начало мудрости, Писание гласит, не соскребли страниц тех у священной книги, страх Божий обрести и спросить, и в этом исходить в истошном крике. О, только бы Творца не огорчить, не оттолкнуть трехмерными делами, при свете дня под пыткой в ночи, не говори, быть может, только лаем. Всевидящий, всезнающий Создатель потребует свое и с нас полна. Он смотрит на сердца, а не на платье, когда мы на земле плывем в волнах. За все, за все придется дать отчет. По завершении поприща земного. Как подущал на худшее и сподний черт. И случаи не один такой, а много. Ты слова-то понимаешь это? Ну да, это я понял. И всюду стражем совесть голосила, удерживала, как только могла. Лицо закрывшее, плакала в бессилии, окутывала ночи дымной мгла. Что скажут люди? Походя осудят? Или дотошно вникнут в дело суть? Наш двор в осколках кухонной посуды. Живем же не в пустыне, не в лесу. Бояли слухов и молвы облыжной. Ибо о Бога и не думали таиться. Он как бы есть, но как бы вовсе лишний. Смоковные на челесла ищем листья. И столько оговорок и поправок. Бесстыдной глупости. От мудрости далекой. Как будто Бога нет. И нет на нас управы. Пред Богом пишется на память наша пленка. Страх Божий на грехи его узда. Заправленная в рот и вправо рвет. Так Библия гласит и неспроста. Господний страх к спасению приведет. Шестой, но седьмой игла. Брат, посмотри время там. Понятно, да? Там уже час прошел, видимо. Нет еще? Час. Сейчас, ну вот уже вытащил. Ладно, прочитаем последний. Вопрос 1828, седьмой том открытым оком. Почему все жития направлены против семейной жизни? Разве у самих этих монахов не было матерей, сестер? А с чего так настойчиво они добивались ухода из семьи? Прославляли этот уход от жены, от детей, от родителей престарелых? Ответ. Это монашеское неприятие семьи есть нарушение прямых заповедей божьих, которые исходят прямо из рая. Бог везде благоставлял брак, и спасение для семейных не ограничено, и даже много удобнее, чем неженатому. Меньше искушений, воспламенений, разжиганий. Но семейный связан делами житейскими, и об этом нужно скорбеть. О том, как много семья поглощает времени, средств. Первое карифонам 7, 28, 29. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам рассказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Терентий, житие 28 октября, хавычек открытый. Блаженный Терентий, благочестивый христианин, сочетался с законным браком с единоверной Неонилою. И от всего брака родились у них семь детей. Савил, Фот, Феодул, Иеракс, Инит, Вилл и Евникия. То есть ни одного имени сегодня нет. Коих они воспитали благочестие. Когда дети вместе с родителями были схвачены нечестивыми и представлены на беззаконное судилище, то ясно исповедали Христа и хулили идолов. Видишь как? Макарий Египетский, 19 января, кавычки открыты. Однажды, когда преподобный Макарий молился, к нему был голос, который говорил, «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Получив такое откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. Найдя там дом, где жили означенные женщины, Макарий постучался в дверь. В тот час одна из женщин вышла на стук и, увидав преподобного, с великой радостью приняла его в свой дом. «Призвал к себе обеих женщин, преподобный сказал им, «Ради вас я принял на себя такой великий подвиг, придя сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, о которых и прошу вам рассказать мне, ничего не скрывая». Да главное-то, от чего ему было сказано? Он говорит, «А если такой, как я перед Богом, такой высоты, это не гордость, ничего считается». И тогда вот такой Ефрем Осирина такой был, то есть их посещало это. «Ну как же люди-то живут, а вот я?» «Поверь нам, честные отчи, — отвечали женщины, — что мы еще прошлую ночь разделяли ложе свое со своими мужьями. Какие же добродетели ты желаешь найти в нас?» Сказал бы я, а то и другая. То есть они делились, что ты спала с мужем, да, спала, и я тоже. То есть мы, то есть она отвечает за двоих. Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда убежденные им женщины сказали, «Мы не были родственницами между собой прежде, но потом мы вышли замуж за двух родных братьев. И вот уже 15 лет мы живем все вместе в одном доме. Во все время своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова, и никогда не ссорились между собою, но до настоящего времени прожили в мире и согласия между собою, и недавно единомысленно решили оставить своих плотских супругов и удалиться в солнце от их деп, служащих Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, чтобы они отпустили нас, хотя с большой настойчивостью и многими слезами молили их об этом». То есть они какие дружины они были, одинаковые. Не получив желаемого разрешения, мы заключили завет с Богом и между собою не произносить ни одного мирского слова до самой смерти нашей. Высложив их рассказ, преподобный Макарий сказал, «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело и добровольному произволению всякого человека подает благодать Святого Духа, действующего в человеке и управляющего жизнью». Так, закончено. Вот такое у нас получилось сегодня событие дня. Но это тоже событие дня у нас вплетается, чтобы оно было полным. Вот так. Я сейчас спрошу, кто у нас за нами тут. Кто-то смотрит, слушает, нет? Кто-то есть тут сегодня с нами? Ну хоть храпа нету. Есть, нет? Слушаем, слушаем. Ну все, мы уходим. Храни вас Господь. До завтра. Все, с Богом. С Богом. С дать.